Здравствуйте! С вами снова Сергей Черняк и Беррулина Моубилин. Я сегодня, как и многие из нас, работаю из дома, записываю ролик в комнате моей дочери. Сегодня 8 апреля 2020 года. В Берлине, Германии и на нашей планете свирепствует коронавирус. Я сегодня хотел бы поговорить с вами про новые законы о плате или о взаимодействии арендаторов с арендодателями в эпоху пандемии коронавируса. Итак, давайте быстро пройдемся по порядку. Получает ли арендатор право не платить арендную плату во время коронавируса? Категорически нет. Арендатор получает право с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года 3 месяца реструктурировать, отсрочить или предоставить дополнительные гарантии на арендную плату. С 1 июля 2020 года надо начать накопившийся долг выплачивать. На накопившийся долг будут повешены дополнительные проценты в размере 8,12 в годовом исчислении поверх процентной ставки, имеющейся на рынке. И эти долги надо погасить до 30 июня 2022 года. Рекомендуется заключить письменный договор с владельцем недвижимости, с арендодателем о реструктуризации или отсрочке этого договора. Рекомендуется, но не обязательно. В этот период, с 1 апреля по 30 июня 2020 года можно не объявлять о банкротстве, если вы не в состоянии справиться с оплатами арендной платы, с оплатами мобильного телефона, стационарного телефона, электричества, воды, отопления, газа, прочих коммунальных услуг интернета. И также фирмы не имеют права требовать с вас объявления о банкротстве. Также, если вы начали выплачивать платежи в соответствии с новым договором по накопившимся долгам, то вы можете не объявлять банкротство и до 30 июня 2022 года. Ежели, однако, причина, приведшая к вашей невозможности оплачивать по счетам, предшествовала пандемии коронавируса или коронавирус не является причиной вашей неплатежеспособности, то вам придется объявить банкротство. Причину неплатежеспособности надо будет иметь возможность позже доказать документально. Идем дальше. Имеет ли право квартира владелец, арендатель воспользоваться депозитом, кауционом арендатора в случае неуплаты арендатором с 1 апреля по 30 июня 2020 года арендной платы? Да, можно воспользоваться депозитом, кауционом, но в установленном законном порядке. То есть, это означает, надо получить письменное согласие арендатора на воспользование, на использование его депозита. За задержку в оплате даже с 1 апреля по 30 июня будут взиматься, как я говорил, штрафные проценты в размере 8,12% в годовом исчислении за задержку. Нет необходимости заключать письменный договор между двумя сторонами. Рекомендуется, но не обязательно. Если арендатор и арендодатель являются частными лицами, то в случае неуплаты аренды они оба имеют право не объявлять банкротство. Это означает, что если арендатор не платит, то велика вероятность того, что квартира владелец, арендодатель не справляется с оплатой платежей по ипотечному финансированию. Банк не сможет потребовать объявления банкротства владельцам недвижимости. Если стороны являются юридическими лицами и обязаны платить налог на продажи, то закон поблажек не дает, надо продолжать платить. Должен ли в случае, если мы имеем отношение между двумя юридическими лицами владелец недвижимости платить умзатштоер, то есть налог на продажи, даже в случае неуплаты ему арендной платы арендаторам? Да. Но если арендатор в конечном итоге долг погашать не сможет и объявит о банкротстве, то арендодатель сможет потребовать у финансамта возврат платежей по умзатштоеру, то есть по налогу на продажи. Идем дальше. Как поступать бизнесам, которые получили от федеральных органов требование закрыться вследствие эпидемии коронавируса? Это можно обжаловать в законном порядке. Если открыться заново не получилось, то потребовать компенсации. Тоже в законном порядке. Может ли в теперешней ситуации считаться форс-мажором? И да, и нет. Мнения юристов расходятся. И да, надо будет иметь возможность приготовиться к тому, что в будущем придется свою неплатежеспособность доказывать документально. Задавайте вопросы, оставайтесь с нами. Сергей Черняк, Берульный Мобилин. До свидания. Лайкайте, шерьте, подписывайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok